МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале. В студии Герман Токарев о самых важных событиях расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прислушались к народу и снизили тариф за капремонт в многоквартирных домах. В Азове начались проблемы с получением льготных лекарств. Волонтеры обеспечивают культурный досуг детям, прибывшим из Донбасса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Донской губернатор Василий Голубев утвердил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. С 1 марта плата за капремонт в многоквартирных домах Ростовской области составит 12 рублей 61 копейку за 1 квадратный метр. Ранее тариф предполагалось увеличить с 9 до 20 рублей, что вызвало многочисленные возмущения жителей Ростовской области. В итоге по поручению главы региона прежние расчеты были пересмотрены. Отметим, что последний раз повышение стоимости капремонта было в 2018 году. До этого времени он и вовсе стоил 6 рублей 40 копеек за квадрат. Теперь же после роста цены владельцам однокомнатной квартиры площадью в среднем 37 квадратов придется заплатить около 450 рублей вместо 350. Тем, кто проживает в трешках ежемесячно за услугу придется отдавать около 850 рублей. В последнее время в редакцию 5 канала поступает много звонков от азовчан по поводу возникших проблем при получении льготных лекарственных препаратов. Что стало причиной создавшейся ситуации, выяснили наши корреспонденты. Как пояснила заместитель главного врача ЦГБ по амбулаторно-поликлинической работе Галина Терюшкова, в конце января и феврале количество заболевших ковидом и простудными инфекциями резко увеличилось. Это и стало причиной перехода на дистанционный способ выписки рецептов. Решением главного врача было, чтобы поликлинику закрыть и принимать только ковидных больных. И только поэтому мы стали выписывать рецепты по телефону, как называется, на удаленке. Вынужденная мера заметно осложнила обслуживание пациентов, особенно в части выписки льготных рецептов. Когда через колл-центр, через телефоны выписываются эти рецепты, для этого нужно определенное время. То есть это нужно найти карточку, отдать врачу, врач выписывает, вернуть их в аптеку, и после этого жители должны прийти или больные прийти и получить. Но для этого уходит от трех до семи иногда дней. При этом не надо забывать, что федеральные и региональные льготники получают лекарства в разных аптеках. По федеральной льготе рецепты все получают на Васильево или в самой больнице ГБ-1. Региональная льгота получает эти рецепты на МИР-33, то есть около Казачка. На Васильево получают еще региональные льготы больные, которые инсулины получают. Там, где все федеральные, то есть федеральные, это инвалиды. Поэтому количество вот этих рецептов, все распределяется обязательно по всем этим аптекам. Такая система выписки льготных рецептов будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Перед тем, как идти за лекарствами, рекомендуется позвонить в аптеку и узнать об их поступлении. Телефон аптеки, расположенный на улице Васильева, 89-6-72-32, на МИР-33-4-15-90. Татьяна Ивашенко, Валентина Сираж, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Более 120 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской областей пересекли границу с Россией. 15 регионов страны стали для них пунктами временного размещения, в том числе и Ростовская область. Азов принял детей-воспитанников детских домов из Луганской области. Помимо обучения и работы с психологами, ребята пытаются разнообразить досуг. Волонтерский отряд «Добрые сердца» организовал для детей развлекательную программу. Совсем недавно в наш город прибыли дети из детских домов и приютов Донбасса, которые были в срочном порядке эвакуированы. Для многих детей это стало неожиданным потрясением, но спустя время ребята пришли в себя и сейчас наслаждаются мирной жизнью. В связи с этим волонтерский отряд школы номер 2 «Добрые сердца» совместно с МЧС подготовили для юных гостей развлекательную программу «Счастливое детство». Суть данной акции – это организовать развлекательно-досуговую деятельность деток, которые находятся у нас в городе. А именно мы провели для них различные площадки тематические. Это оригами, мастер-классы по живописи, например, станция «Собери пазл» или настольные игры, исходя из возрастной категории. Я была в оригами, мы делали цветочек, журавлика и кролика. И мне очень понравилось. Потом я еще лепила пластилином, я делала попрыгун и играла в настольные игры. Мы очень рады, что к нам приезжают так часто и нам дарят подарки разные, угощения. Лучше бы они почаще приезжали. Артем Татаренко, как и многие ребята, до сих пор не может забыть минуты волнения в то время, когда их везли в неизвестном направлении. Мы поначалу были в детском доме, вечером мы уже в 9 поехали. Нас забрал автобус, мы сначала поехали в Чернопартизанск. Мы там побыли полдня, потом нас забрали. Мы сначала утром чуть-чуть погуляли, приехало два автобуса, нас забрали. Забрали, потом мы поехали через границу. Мы там стояли где-то часов шесть. Потом мы приехали уже вот сюда в 9 часов вечера. Но мне здесь понравилось, здесь кормят хорошо. Приезжают всякие различные кружки, мы лепим, делаем альдальтопланы. Ну, хорошо здесь. Для самых маленьких гостей нашего города было организовано театрализованное представление «Безопасный огонь». Участники шоу познакомили дошколят с правилами противопожарной безопасности. Проведя данную акцию, стоит отметить, что это было непросто. И не просто не в физическом плане, а больше в моральном. Потому что, видя глаза этих детей, у некоторых прослеживается страх, у некоторых непонятные эмоции, которые ты трактуешь по-разному. Но понимаешь, что вне зависимости от обстановки, от того, в каком состоянии находится ребенок, самое главное – дать ему уверенность в своей безопасности и подарить положительные эмоции. Что мы и пытались сделать с помощью волонтеров школы номер 2 ВДПО Зовского района нашей акции «Счастливое детство». После спектакля детям подарили подарки. Это тематические пазлы и раскраски, а также настольные игры и предметы для творчества. Кроме этого, была предоставлена возможность ознакомиться с пожарной машиной и увидеть, как тушат огонь профессионалы своего дела. Все ребята остались довольны акцией, специально подготовленной для них. Мне понравилось здесь, как работала пена, ну, мне понравилась еще мне бензопила, ну, тут все такое красивое, а на представлении тоже все было интересно. Мне понравилось, как там пену пускали, рассказывали, как там штуки вот эти показывали. У тебя пожарная безопасность, да? Да. А что ты узнал? Куда нужно звонить в случае пожара? 101 и 01. Мы приехали сюда из Краснодона города, приемные радушные, приветствуют нас, все волонтеры приезжают, развлекают нас. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Девятилетней азовчанке Анастасии Преступенко необходимо помощь для прохождения платного курса реабилитации в Таганроге. По каким-то неизвестным причинам медики тянули с постановкой диагноза и только три года назад родители наконец узнали, что у Насти детский церебральный паралич. Тему продолжит Ивана Пажельцева. Настя Преступенко родилась в ноябре 2012 года на 39-й неделе в перинатальном центре Ростова-на-Дону. Появилась девочка на свет путем кесарево сечения, после чего ее перевели в реанимацию под наблюдением врачей. Никто на тот момент не решался полностью оценить состояние ребенка и хотя бы приблизительно поставить соответствующий диагноз. На 28-й неделе врачи обнаружили, что Настя перестала развиваться внутриутробно. Было проведено много обследований и на 39-й неделе врачи с путем кесарево сечения Настя появилась на свет. На вторые сутки жизни Насте стало хуже, ее перевели в реанимацию, где было проведено лечение и через месяц нас выписали домой. С шести месяцев мы наблюдались в городе Ростове в областной детской больнице в отделении психоневрологии. На протяжении нескольких лет Настя проходила обследование в Москве и Санкт-Петербурге. Но и там никто из врачей также не решался поставить диагноз. До тех пор, пока девочке не исполнилось шесть лет. В шесть лет Насте поставили диагноз ДЦП, но ей сейчас девять лет, но, к сожалению, она не выглядит на свой возраст. Она очень сильно отстает в развитии. В 2012 году мы прошли курс реабилитации в городе Даганроге, в Центре здоровья, где Настя дала положительные результаты. Там мы проходили ЛФК, массаж, логопед, дефектолог. Раньше до пандемии семья самостоятельно изыскивала средства на реабилитацию. Иногда помогали благотворительные фонды. Сейчас ситуация изменилась и без посторонней помощи не обойтись. Настя уже прошла шесть восстанавливающих курсов, которые для нее жизненно необходимы. В настоящее время открыт сбор в Таганрогский Центр здоровья, который выставил счет 80 900 рублей. Благодаря отзывчивости горожан некоторая часть денег уже собрана, а до 4 апреля необходимо внести уже всю сумму. Я мама двоих детей, старшей дочери 12 лет. Настя у нас долгожданный и очень желанный ребенок. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить ей жизнь и подарить ей счастливое детство. Сумма сбора 81 000 рублей. На сегодняшний день нам удалось собрать 26 000 рублей. Дорогие азовчане, я как мама прошу вас помочь собрать нам недостающую сумму. Мы вам будем очень благодарны. Ведь вы подарите моей дочери шанс стать полноценным ребенком и подарить ей счастливое детство. Желающие помочь Анастасии могут перечислить денежные средства на карту по номеру телефона 8 908 19 36 167, который привязан к счету. Получатель Ольга Николаевна Преступенко. Все поступившие средства отражаются на странице в Инстаграм. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго и хороших выходных. В субботу 26 февраля пасмурно. Температура днем плюс 7 плюс 8, ночью плюс 3 плюс 4. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Уровень воды в реке Дон на 2 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Воскресенье 27 февраля пасмурно. Температура днем плюс 5, ночью от 0 до плюс 2. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 76%. Уровень воды в реке Дон на 18 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова